Мухи слетаются на то, что плохо пахнет, а бойцы дерутся так, как умеют. Кто-то пытается победить с помощью техники и скорости, кто-то с помощью богатырской силы, а кто-то с помощью грязных ударов. Привет, краснопузо и вишни! С вами Федорович, а в этом видео я вам покажу самых грязных и подлых бойцов ММА, которые использовали любые методы для победы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. А если вы хотите стать чемпионами по ММА или по боксу или муай-тай, в общем вообще не важно в чем, или лучшим в истории человечества уличным бойцом, тогда подписывайтесь на канал Грандмастера по ссылке в описании и узрите самые секретные, смертельные, невероятные и всемогущественные техники лучших мастеров со всего мира, постигая их величие и вбирая в себя силу Чи. На одного мудреца приходится тысяча дураков, а на тысячу хороших бойцов один дерзкий крысеныш, но это не точно, может и больше. Майк Кайл, хороший боец, который не гнушался использовать то, что поможет победить, и так, чтобы это не увидели, как в бою против Вес Симса, который он выиграл нокаутом. Но после боя секунданты Симса, а затем и рефери, увидели на груди следы от укуса, после чего разобрали момент, когда Вес хотел придушить Кайла, но тот его укусил, выбравшись таким образом с захвата. На вопрос Рогана, что он может сказать по поводу укуса, Майк просто ответил, как в садике, этот Симс сам дурак. Кайл сделал выводы и понял, что можно применять что-то пожестче, поэтому в бою против Кристофа Сазинского он начал регулярно пробивать в пах, делая набивку колокольчиком противника. Но когда понял, что у мужика реально стальные яйца, и это не сработает, решил тупо ударить пальцем в глаз, после чего Кристоф уже не мог видеть и продолжать бой. Но самое интересное то, что этот поединок объявили несостоявшимся. Майки Росс и понимал, что такими детскими укусами и ударами в пах в историю как брутальный отморозок не войдешь. Поэтому, сделав выводы, в бою против Брайана Олсена он сначала применил жесточайший сокер-кик, когда противник стоял на четвереньках, а потом, как бешеная горилла, у которой забрали банан, начал уничтожать лежащего без сознания Брайана, пока его не оттянула целая банда. Вот после этого о нем заговорили. Правда, не очень хорошо. На высоких деревьях и ветер сильнее, а у бойцов с уличным прошлым и техники посмертельнее. Гилберт Ивелл, будучи отличным бойцом с кикерским прошлым и ММАшным будущим, имеет приличную историю грязных поединков. Свой путь к славе Крисиного Короля пацан начал на чемпионате Европы по Панкратиону, когда отправил своего соперника Каримула Баркалаева в нокаут, но потом был дисквалифицирован, когда рефери увидел на теле проигравшего укусы от зубов Гилберта, который, наверное, перевозбудился в страсти клинча. Следующей жертвой смертоносного мастера стал Дон Фрай на Pride 16, когда Гилберт, будучи в клинче, как орел, лишающий бедного зайчика зрения, несколько раз пытался вырвать ему глаза, за что был сразу дисквалифицирован. С чем он был не согласен и возмущался на весь зал? Почему ему не дали желтую карточку, а сразу дисквалифицировали? Ведь он хотел вырвать всего один глаз, а не два. Хотя мог бы. Но Ивелу всего этого было мало, ведь он реально хотел войти в историю как лучший. Поэтому в поединке против Атте Бакмана он тупо боковым вырубил рефери, а потом еще выписал ему поджопник, пока тот стоял на карачках. Как ни крути, но все эти эпические выходки помогли Гилберту подписать контракт с UFC, где он также пытался чудить, но все равно проиграл три боя подряд и с ним попрощались. Меньше молись лежа на диване, а больше трудись в делах. Так же и у бойцов. Можно много говорить о несправедливости и не тренироваться, а можно работать над собой. Или как Чей Конго над секретными ударами, которые точно принесут победу. Долго не думая, Конго, как настоящий Кинг Конго, разбивающий кокосы ради забавы, взял себе на вооружение удар коленом, который также разбивает кокосы, только мелкие. В бою с Крокопом он ударил в пах четыре раза, таким образом выиграв этот бой. Также он обработал Трэвиса Брауна, вырвав ничью вместе с Мошонкой. А потом добрался до Мустафы, также обработав его пах, перед тем, как отправить в нокаут рыгающего от боли. Затем Конго, наверное, нашел какого-то учителя с ближайшего кабака и освоил еще один смертельный прием. Стягивание шорт с оппонента. А че, пристыдил, победил. Не войдя в логово тигра, не поймаешь тигренка, а не получая удары, не станешь чемпионом. Но эти удары могут быть не совсем по правилам, особенно когда они скрытые. Несмотря на то, что Джон Джонс за всю свою карьеру был дисквалифицирован всего раз, и то не за свою любимую технику, а за удар прямым локтем сверху, с чем, кстати, можно поспорить. Многие его считают одним из самых грязных бойцов в ММА. Как Скунс держит всех врагов на расстоянии, как бы ничего и не делая, так и Джон Джонс использует хитрую скрытую технику пальцев глаз. Удерживая противника на дистанции вытянутой руки, он постоянно вставляет им пальцы в глаза, а затем проводит какой-либо удар рукой или ногой. Также многие фаны и эксперты очень критично относятся к его излюбленному удару стопой в колено, который при нанесении под углом может реально покалечить противника. Конечно, это легендарный боец с удивительным рекордом, но многие фаны его недолюбливают именно за грязь в боях. Пишите в комменты, как вы относитесь к грязным приемам в боях и каких бойцов еще знаете. А также обязательно напишите, какие фишки используете вы в своих смертельных зарубах в рюмочных. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. А если вы хотите стать чемпионами по ММА или по боксу или Муай Тай, в общем вообще не важно в чем, или лучшим в истории человечества уличным бойцом, тогда подписывайтесь на канал Грандмастера по ссылке в описании и узрите самые секретные, смертельные, невероятные и всемогущественные техники лучших мастеров со всего мира, постигая их величие и вбирая в себя силу Чи. Субтитры сделал DimaTorzok